Всем привет! Вы смотрите канал Gamebrick, первого музея моделей с кубиков лего в России. Сегодня у нас обзор старенького набора, набора 1993 года, серия пираты, первые пираты. Набор вышел в 1993 году, как я уже сказал, под закат. Ну, многие сейчас со мной поспорят, но для меня это уже был небольшой закат серии пираты. В следующем году, в 1994 появились уже островитяне, потом уже начались всякие армады, а еще что-то. Вот эти наборы Imperial Guards, красные мундиры, это, ну, собственно, считается классическими пиратами. Первые вышли голубые мундиры, потом красные, потом уже не пойми что. Итак, 101 деталь, набор 62-66, называется он Cannon Cove, или бухта с пушкой, пушка с бухтой. Русский перевод, видимо, он уже был в каталоге, набор этот, называется Бастион Черных Рифов. Почему Бастион, почему Черных Рифов. Ну, оставим это на свойстве переводчиком, видимо, им хотелось так позабористее название придумать. Ну, как ни говорить, а бухта с пушкой, она вот, собственно, отражает содержание данного набора. В наборе три мини-фигурки, два солдатика, два имперских солдатика и пират. Давайте начнем с мини-фигурок, а потом посмотрим построечку. Имперский офицер. Торсики все одинаковые, красный китель, перевязь белая с двух сторон. Отличались только у адмирала торс, у офицеров и у солдатиков они одинаковые. Золотые, ну, точнее, желтые палеты, в руке пистолет и сабля. Голова с усами, с бородой, вот такой вот уже, видимо, в годах офицер, повидавший много всего и понюхавший не одну бочку пороха. Снюхавший не одну бочку пороха. Просто солдат. У него на голове кивер, черный, без принтов. Кстати, вот в новых, точнее, в 2010 году были они с принтами. В 2009, в 2010. Голубые палеты, сзади рюкзачок, веш-мешок. Голова у него, лицо без усов, без всего. Просто обычная классическая улыбка. И вооружен мушкетом, который не изменил. С тех пор его, как производили, так вот и производят. Обычный мушкет, который поставлялся всем солдатам. И третья мини-фигурка, это мини-фигурка пирата. Ржеволосый пират, с щетиной на голове, с повязкой квадратной на одном глазу. Тельняшка оранжевая, черная или красная, черная. Принты только спереди, тельняшки сзади, тогда особо принты, ну, по-моему, не особо, вообще не делали принты, только спереди. В руке у него пистолет и в другой руке сабля. Вооружен точно так же, как и офицер. Ноги черные, тоже без каких-либо принтов. Сам набор состоит из форта, укрепрайона, из бастиона черных рифов. И лодки, на которой, ну, может быть, просто он мимо проплывал и как бы ни на кого нападать не хотел. Лодочка тоже обычная, ничем не отличается. Два места, пара весел. Единственное, что вот загадочное, тут у него есть на веревочке, типа якорь, не якорь, в общем, что-то, чем можно ее привязать куда-то. Я вот так поставил, что-то не болталось. Вот такая штучка на веревочке. Сейчас бы в наборе просто цепочку положили. Тут веревочка. Минус, нету флага пиратского. Был бы здесь флаг пиратский, был бы, ну, мне больше бы понравилось. Вот такая вот лодочка. И основная постройка, это сам бастион. Пушка. И наверху небольшое укрепление, с которым можно наблюдать за проплывающими мимо кораблями. Наверх можно забраться по лестнице. Лестница сбоку прилагается. Внизу место для пушки. Пушка еще на коричневом, старом коричневом лафете. Старый серый цвет. Стреляющая версия для Европы, не для штатов. Сейчас попробуем стрельнуть. Есть запас деталей. Есть запас ядер. 6 штук. Целых 6 штук. И можно попробовать по проплывающему мимо пирату стрельнуть. Так, прицеливаемся. Ну, в принципе, я попал. Вот такая вот классная пушка. Из интересных деталей, как но, как в поезде, как в поездах последних, так и в окна. Данная деталь без наклеек. Это прямо вот нанесено изображение. Принты прямо на детали кирпичной. Облупливающаяся штукатуркой. Из нее виднеется кирпичная кладка. Очень классная деталь. Но с этой стороны она обычная, гладкая. Еще есть функции данного крепрайона. Когда они все-таки поймают пирата. Я думаю, это все дело времени. Они его смогут посадить за решетку. Здесь в горе прямо сделана камера. Его посажаем. И бедного там закрываем. Все просто. Поймали и посадили. Без суда и следствия. Еще есть кустик. И флаг. Флаг. Империал гард. Две пушки и корона. Вот такой вот небольшой наборчик. Мне он очень понравился. Мне вообще нравятся старые наборы. Ну, определенный список старых наборов. Пираты, как я уже неоднократно говорил. Одна из моих любимых серий. Поэтому я потихонечку приобретаю старые наборчики. По возможности, когда появляется такая возможность. Где-то там знакомые продают. Я их приобретаю. Я считаю, это одна из самых удачных серий LEGO. Хотя многие могут со мной не согласиться. На этом я с вами буду прощаться. Открою сразу небольшую тайну. Впереди у нас еще будут обзоры по данной серии. Я еще купил два наборчика. Тоже небольших по старым пиратам. Так что подписывайтесь на канал. Не пропускайте наши видео. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всем пока. Лайки, подписки. Обязательно напишите, какой вам набор, какая вам серия больше нравится. Старые пираты или новые. Всем удачи. Добально интересного нету. Давайте сейчас посмотрим набор. В наборе было две инструкции. На каждый домик по одной инструкции. Собирал я его чуть больше двух часов. Не скажу, что прям сильно устал. Сборка была интересной. Набор забавный. Набор состоит из двух зданий. Здания между собой не соединены. Есть, естественно, возможность их соединения. Это похоже на набор торговой улицы. Самый первый или один из первых. Они вот параллельно как-то с кафе на углу вышли. Здесь он тоже состоит из двух зданий. Они разделяются.